Вы упоминали, что у вас дома книги кубометрами. Места под них толком нет. Страдаю от той же проблемы. Хотел спросить, как вы организуете домашнюю библиотеку? Какие советы можете дать по организации книжного пространства? И как отбиваетесь от супруги в данном вопросе? Ну, первое, оно же главное. Возможно, Камрад, и это больше уже не надо. Это страшно звучит, но, возможно, это больше уже не надо. Я, поскольку читаю книжки, в основном специфически профильная литература про американских уголовников, их просто нет в электрическом виде. И про наших уголовников. Тиражи маленькие, поэтому их нет. Если же есть электрические версии, нахер тебе не нужна эта библиотека. Поверь, блин. Тут вопрос... Вот если библиотека, то, например, я тебе как опытный библиотекарь скажу, все книги должны стоять в один ряд, чтобы я их все время видел. Вот один ряд. А приходится ставить минимум в два. И я их не вижу. И я про них забываю. Ну, а если у тебя нет постоянного доступа к ним, то а нахер они тебе нужны? Они только место занимают. А есть ли электронная версия? А с электронной версией работать лучше. Купи себе эту электрическую книжку, читай в электрической книжке. Это гораздо лучше, чем кубометры книг. Гораздо, гораздо... Ну, я тебя уверяю, что... Как там? Книгу, которую не хочется перечитать, не надо было читать и в первый раз. Так в большинстве случаев это срабатывает. Вот. По ходу жизни у тебя меняются интересы, предпочтения. То, что тебя вчера там радовало, то сегодня совершенно четко понятно. Какая-то детская идиотия. Нахера я это вообще читал? Ну, в том возрасте нормально было. А сейчас точно не надо. Куда их девать? Зачем они у тебя стоят? Ну, неясно. То есть, эти кубометры... У меня вопрос решился примитивно. Я переехал жить за город. Больше возле меня нет круглосуточного книжного магазина. У нас в Питере книжные магазины работают круглосуточно для таких персонажей. Я туда в два часа ночи не заваливаю с тремя хатулями. Что бы тут прикупить-то, убывая домой. Так что руки как у уарангутанга до земли. Вот я и съехал за город и больше книжки не покупаю. Редчайший, так сказать, забег. А я добавлю, ты не правда говоришь. Тем не менее, в путешествиях во всех, если ты видишь хороший книжный магазин, ты вечно покупаешь хорошие книжки. Ну, это само собой... Ну, нет. Масштаб уже просто не тот. Поэтому никаких кубометров нет. Далее. Для того, чтобы все это хранить, нужны книжные шкафы. В книжных шкафах у меня... У меня их, по-моему, восемь. В предыдущей комнате стоят восемь книжных шкафов. На Олеговке сколько было? Там, когда ты их покупаешь... Это мне тоже... Я не самостоятельен. Мне там камрады на сайте советовали, что книжки бывают вроде как трех, по-моему, размеров. Не помню уже. Есть какая-то заметка у меня в новостях на сайте, как хранить книги или библиотека. Как-то так называется. Книжки трех размеров. Маленькие, средние и большие. Условно. Поэтому часть полок должна быть вот с таким промежутком. Другая вот с таким. Третья вот с таким. Ну, то есть, нижняя полка под высокие книжки. Остальные... Уменьшаются, уменьшаются. В результате... То есть, я про такое никогда не думал. Но когда стали давать толковые советы, я как-то с изумлением заметил. Ну, вот в книжном шкафу в нем отверстие на сверленной подполке снизу доверху. И оказывается, если ставить под размеры книг, то влезает настолько больше, что словами не передать. У меня там два шкафа, по-моему, сразу вас выводилось. Вот этого не будет. Да-да-да. Там вот столько раньше было, а теперь нет. Вот так получилось. Но нет, победить никого нельзя. Отбиться от женщины невозможно, потому что только ходи вокруг этих кубометров. Там единственная польза от них была... Единственная польза – это теперь спрятать пятитысячную купюру в какую-то книгу, чтобы жена не нашла. В другие места надо прятать дельминтия. Вот. Единственная польза была, когда была жива собака-мышка. Собака-мышка играла, брала там свой этот шарик пищащий, бежала между этих кубометров, там в лабиринте прятала, лаяла – иди, ищи, типа, ты там на четвереньках должен был бегать с криками, где же этот шарик. А она сбоку смотрела – нашел, не нашел. Если нашел, то бросалась забирать. Это были книжные джунгли. Да, бросалась в лабиринт. Забирать впервые тебя, но увы. И мышки нет, и кубометры тоже закончились. Ну, Дима, зато есть бусинка. Она будет бегать вокруг нее. Уже бегает, уже бандитствует. Наглая, слушай, вообще. А я думал, ты скажешь, что книги должны лежать на полке и обязательно быть закрыты дверцы со стеклом. Я же сказал, что шкаф. Чтобы пыль туда. Шкаф – это значит закрыта, елый палец. Там пыль не туда, а оттуда в основном. Они ее там плодят, блядь.